когда мы говорим о практиках фехтования в европе очень часто хочется и многим исследователям хочется связывать их с процедурами божьего суда это разновидность ордалий то есть испытаний которые назначают судья в том случае если обвинение тяжкое а улик и свидетельских показаний явно недостаточно для вынесения приговора эти ордалии могли очень по-разному выглядит совершенно не обязательно был именно божий суд там могли заплывы устраивать бегать с раскаленным металлом в руке там кто дальше пробежит кто-то молодец потом смотрели значит на рану после этого прикосновения металла как быстро она заживает ну типа у человека несправедливо обвиненного заживать должна быстрее у человека которого обвинили справедливо она будет там плохо заживать и так далее и среди этого есть и собственно поединок поединок этот самый начинает сдавать свои позиции уже в эпоху высокого средневековья то есть для раннего средневековья эта норма очень популярная а вот для высокого средневековья она постепенно сдает под напором собственно инквизиционной процедуры суда которая предполагает то что есть следственные органы собственно инквизитор значит следователь по нашему который собирает доказательную базу собирает улики, притаскивает все в суд. Там же, собственно, пытка начинает получать свое распространение в инквизиционной процедуре суда для выяснения обстоятельств дела. И там Божий суд постепенно уже начинает уменьшаться в связи с распространением инквизиционной процедуры суда. Соответственно, для позднего средневековья Божий суд это уже крайне редкое мероприятие, хотя, опять же, встречающееся. Для благородных и для неблагородных он проходит по-разному. Для благородных он проходит так, как и надлежит благородному сословию, верхом, как правило, в полном, соответственно, в доспехе с соответствующим набором оружия. Копье, кинжал, меч, все дела. И, значит, если в процессе один из бойцов упал, то второй может слезть с коня, его добивать и так далее. Для простолюдинов это устраивается с помощью, как правило, щита и дубинки. Это по классике, если. Но если специфику Германию захватить, там есть для простолюдинов либо щит, дубинка и кинжал, либо щит, одноручный меч и кинжал. Два варианта такого судебного пытника для простолюдинов. И, соответственно, дерутся они пешими и в специальные такие трико, иногда тканевые, иногда кожаные, упаковывают с тем, чтобы видно было, что на них ничего дополнительного нет. То есть ни брони, ни дополнительных видов оружия. Принципиально важно не столько даже убить человека, сколько сделать так, покинул круг. То есть по-немецки это называется кампфон инкрайс, то есть боями в круге. Круг в виде заборчика. Собственно, касание этого заборчика уже означает, что вы проиграли. Если он расчерчивается каким-то образом на земле, этот круг, то вот, собственно, его надо покинуть, и тогда человек проиграл. Есть любопытный пример от того, как в Испании в 13-м, по-моему, веке происходил судебный поединок, когда один рыцарь бросил, то есть оказался в судебном поединке с городом. И город выбрал пятерых, значит, бойцов, которые должны были драться с этим самым рыцарем. И там история была такая. Первого, значит, он победил этот наш рыцарь, первого, значит, поединщика своего, и сказал, давайте тащите следующего. На что ему сказали, нет, ведь твой, значит, визави лежит еще в круге, и поэтому тому пришлось взять труп за ногу, вытащить его за пределы круга, выкинуть и только тогда вызвать следующего. Вот, то есть принципиально было именно нахождение в круге. Собственно, круг — это крайне символичная форма, да, круг и универсум, и в первую очередь университас в смысле община, да, то есть человек, который покидал этот круг, символически покидал и общество, значит, становясь преступником и злодеем, либо, значит, оклеветавшим, либо реально совершившим какое-то преступление, и поэтому его, значит, исключение из этого круга означало исключение из общества, то есть и социальную, и физическую смерть. Вот, в этом был главный нюанс. Шутка в том, что фехтовальная культура, значит, позднего средневековья и раннего нового времени начинает расцветать ровно тогда, когда все эти судебные поединки начинают сходить на нет. Это очень показательно, например, для того же Нюрнберга. Там последний судебный поединок произошел в середине 50-х годов 15-го века, и ровно со второй половины 15-го века там бум фехтовальных трактатов, куча народу учится, в том числе, собственно, этим самым кампфанным крайс, то есть как надо сражаться, если вдруг вас там жизнь прижмет и придется в круге стоять. Вот, конечно, люди еще не знали там, ну там, в течение одного поколения, будут они этим заниматься или не будут. Но к началу 16-го века всем уже понятно абсолютно, что судебный поединок это не просто лютая архаика, это, в общем, вам это точно все не светит. А в 16-м веке приходит дуэль, то есть с дуэлью, ну, опять же, отчасти из-за небезызвестного фильма последняя дуэль, дуэль и судебные поединки часто путают. Вообще слово дуэлум означает просто поединок, ну, то есть бой двух человек, вот, ничем не нагруженный особо. Но судебный поединок это официальная процедура, его назначают по решению человека, обладающего судебной властью. Тогда как дуэль, дуэль в смысле поединка чести, это частное дело отдельных лиц, да, она регламентируется неписанными правилами. Это не юридическая процедура. Кое-где, в некоторых там северо-итальянских городах дуэль была вписана в механизмы юридические, но это прям отдельные казусы. Реально, та дуэль чести, значит, которая расцветает в Европе раннего нового времени, в первую очередь во Франции, конечно, не имеет ничего общего с судебной процедурой. Хотя, конечно, генетически она восходит именно к ней, и, значит, апологеты этих дуэлей апеллируют именно к тем самым архаическим формам божьего суда. Но считать, что именно божий суд был главной интенцией фехтовальных трактатов там европейских, западноевропейских, позднего Среднякова и раннего нового времени нет никакого резона. Субтитры создавал DimaTorzok